Здравствуйте! Вновь куктек P23. Надеюсь видео получится коротким, а видео будет про его разрядку мощностью 140 ватт. В прошлом видео мы выяснили, что 210 ватт он все-таки может отдать какими-то там манипуляциями невозможными, но получилось и он проработал 10 минут. В предыдущем видео мы его прожарили, все хорошо. Сейчас он заряжен на сто процентов, и я не просто так делаю это видео, потому что вполне здравые были комментарии и просьбы даже в телеграме прожарить его на 140 ватт, то есть 210 понятно, ладно, хорошо, нереально, но 140 то он должен отдать постоянно каким-то образом. Вот сегодня мы это и узнаем, поэтому берем тестер, включим его последовательно в цепь, на нем с триггером, так, но я покажу, чтобы у кого-то оказывается, у кого-то есть сомнения, что я что-то в своих видео, ну где-то я обманываю. Нет, вот так на всех случаях покажу, что все нормально, никакого обмана, с триггером 28 вольт сейчас с него. Кстати говоря, не всегда триггер срабатывает почему-то на 28 вольт, не знаю почему так. Еще раз перетыкаемся. Нет, это не зависит от этого кабеля. Переткнулись и тогда видим строчку 140 ватт и 28 вольт 5 ампер. Все, вернемся на большие цифры, чтобы нам было удобнее все это дело контролировать. И вот они 27,8. Почему 27,8? Ну вот у меня есть вопросы. Кстати, при нагрузке сейчас тоже посмотрим, что же будет. Итак, здесь у меня электронная нагрузка, которая исходит с тестера. На всякий случай все-таки я это показываю, потому что у кого-то были сомнения. Включим дисплей вот таким образом и начнем давать нагрузку 5 ампер. Я понимаю, что на кабеле есть просадка. Да, и мы выяснили, что вот этот кабель просаживается примерно на пол вольта при 28 вольтах. Но вот у Куктека П23 эта просадка намного больше, как мы сейчас видим. Итак, 485 ампер. Все, в таком виде, в принципе, он поехал. Кстати, прошу обратить внимание, что дисплей показывает 150 ватт. Включаем секундомер. Поехали. Где-нибудь вот так же вот здесь вот рядом положу и это чтоб не отсвечивало. Это вот так вот и будет. Камеру я выключать не буду. Если что, где-то промотаю и будет все хорошо видно и заметно. Через одну минуту у меня почему-то вырубилось. Не понимаю почему. Давайте еще раз. Здесь остановлю. Почему так? Не знаю. Непонятно. Почему? Что происходит? Еще раз. Попытка номер два. Так же выходим. Запускаем. Хорошо. Да, мы ему не 5 ампер. Хорошо. Если он видит внутри себя 150 ватт, давайте сделаем чтоб он видел 140 ватт. Но я считаю это не доработкой. На самом деле это как-то неправильно. Ладно, дадим не 5 ампер. Дадим поменьше. Пусть будет где-нибудь 4,8. Поднимаем. Поднимаем. 4,7. 4,8. 130 ватт. Здесь он видит 144. Это неправильно. Ладно, погрешность на кабеле. Но все равно как-то он уже здесь больше. Он же показал здесь 150. Показал 150. Так, вновь включаем таймер. Поехали. Но надеюсь, что эти секунды, которые я тут включал-выключал, не сыграют ролик. Посмотрим в таком виде 4,7. Но вот 5 ампер не работает. 4,79, но 4,8 ампера. Давайте так будем пробовать. Вырубилось. Почему? Почему? Я даже не успел ничего сказать. А почему? Я выяснил уже после того, как снял это видео. И специально записал еще одно короткое видео, которое выложил в телеграм, где показано, что куктек этот не умеет 140 ватт. Прям большая-большая беда. Заходите в эту тему, узнавайте. Вот к такому я не готовился. Абсолютно. Вообще к такому не готовился. Так, еще раз перетыкаемся. Да, бывает здесь по-всякому по-разному. Хорошо. 28 вольт. Снова выходим. Снова даем нагрузку. Но хорошо. Пусть это будет 4,5 ампера. Хотя он уже потратил 6 процентов, говорит. Я на 6 процентов потратился. Итак, 4,5 ампера. Хорошо. 120 ватт. 120 ватт, не 140 ватт. Очень странно это все. Как-то... Почему у меня так получается? Я не знаю, почему так получается. Здесь он показывает 134. Может, все-таки подбавим, чтобы показывал 140, 137, 139. Давайте так, 4... А, 4,7 только что было. Так, убавим. 4,6. Хорошо. Давайте так. Наблюдаем. Наблюдаем. Говорит, через 36 минут отключусь. Может быть, снова врет. Потому что в прошлый раз он тоже там писал какие-то цифры. Я уж не смотрел на дисплей. Но посмотрим, что получится. Ну что, прошло 2 минуты. Вроде бы как работает. Но это все неправильно. Я считаю, вот так вот не должно быть. Это... У кого есть такой пауэрбанк и есть возможность проверить, дать ему 28 вольт и 5 ампер. Пожалуйста, посмотрите вы себя, так ли это. Потому что, ну, у меня вот большие сомнения по его... Как бы это выразиться. По его правильности. Давайте так. Потому что, если честно, я сейчас покажу пауэрбанки, которые у меня есть. И они работают. Они достаточно долго работают на отдачу. Вот этот работает долго на отдачу. Только на прием он не работает. Тоже про него видео будет отдельное. Бедняжка. Вот тут вот такого пауэрбанка. Все в порядке. С выходом 140 ватт. 28 вольт, 5 ампер. Он нормально выдерживает. Тоже на него будет обзор. Ну, а этот вот 4,6 ампера хочет. И напряжение, к сожалению... Вот опять я задеваю камеру. Ну что ж такое-то? Надо уже придумать штатив какой-нибудь. 27 вольт. И 0,15. Со всеми потерями. Ну, мне кажется, это тоже неправильно. Хотя даже не кажется, а так оно и есть. Это неправильно. Ну, ладно. Хотя бы в таком виде посмотрим, что у нас тут. Напомню, что к большому сожалению, на этом дисплее я не увидел датчика температуры. Тоже это считаю как-то не очень правильным. Ну, пока что работает 4 минуты 20 секунд. Да, еще один момент по поводу P23. Оказывается, есть несколько версий. Как минимум две. Выясняется, у меня 3 амперный ППС. Вот у нас на форуме обсуждается, что есть с 5 амперный ППС. И есть они для внутреннего рынка и для внешнего, для Европы. Так вот, может быть, еще в этом различие? Может быть, у вас будет как-то работать? У меня почему-то не заработало 5 ампер. Очень это все не очень. Но продолжаем наблюдать. Ладно, 5 минут прошло. Вроде бы работает. Хорошо. Дальше увидим, что будет. То есть должно получиться так, что он либо выключится совсем и больше не захочет работать, пока не остынет. Либо он доработает до конца и выработает всю энергию, которая у него тут есть 80% за 30 минут. Ну, узнаем. Прошло 20 минут. Он сказал, что закончится через 15. Сказать, что он теплый? Ну, он теплый, да. Но внутри, скорее всего, что он горячий. За счет, скорее всего, что вот его конструкция и того, что он пластиковый, непонятно, насколько он горячий внутри. То есть, опаньки. И вот оно выключилось. И вот теперь мы проверяем, сможет ли он. Так, убираем нагрузку. Убираю. Убрал нагрузку. Так, выключился он полностью. Ну-ка включись, включись еще. Попробуем еще раз. ПД-триггер. Есть. 28 вольт. Уходим. В бэк. Здесь уходим. Оп. Нет, не хочет. Не хочет работать. Не хочет. Ни в какую не хочет работать. Так, на всякий случай выключим вот этот кабель. Еще раз. Пауэр-деливери триггер. Включайся. 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 28 вольт. Есть. Так. Уходим. 20. Нет. Нет. Выключается. Выключается. Ну, что ж. Проработал он, получается, 20 минут. И, скорее всего, что будет еще одно видео. Покажу я сейчас его, каким образом оно будет сделано. И, что будет осуществляться. Потому, что, ну, вот это я считаю неправильно. Нет. Еще одного видео не будет. Потому, что я его сбросил уже в Telegram. Но, я об этом упомяну в полном обзоре. Он будет. Итак, в следующем видео я попробую сделать следующее. Я попробую этот полностью заряженный аккумулятор заряжать. Полностью разряженный вот этот. Поскольку здесь сейчас 40% мне нужно время, чтобы все это дело зарядить. Но посмотрим, будет ли он заряжать. И сколько он проработает. Во всяком случае, сейчас работает. Он переключился на 28,1. И он показывает 145. Здесь показывает 133. Но мощность вырастет. Мощность вырастет. А он сейчас показывает 145. 145 – это неправильно. 145 – это много. Тем более, что он показывает 28,1. Спецификация. Ну, нет. Все. Вырубился. Нет. Не хочу, говорит, работать. И все. Ну, в общем, вот прожарка не удалась. Во всяком случае, понятно, как он работает. Ну, в общем, прыгает. Прыгает напряжение. Он постоянно сбрасывает. Все, как и при прожарке на 210. К сожалению, вот такая вот история у него. Несмотря на все хвалебные его там картинки, что у него там куча всяких не защит, а охлаждений, радиатор. Ну, как мы видим, он пытается работать, но не работает. Вот снова, снова сбросил, снова сбросил, снова пытается работать. Да, все это мы видели в прошлом видео. И так вот он постоянно сбрасывает и отказывается отдавать свою полную мощность. И это, к сожалению, при 140 ваттах. Ну, в любом случае, электронная нагрузка, которую я использовал, где она тут за кадром, я на всякий случай тоже покажу. Это все, конечно же, синтетика, это все неправильно. Хочется узнать, как он будет себя вести в реальной жизни. Посмотрим. Я думаю, что он будет себя так же плохо вести. Ну, вот опять вот он сбросил туда-сюда у него. В общем, вот прожарка не удалась. Я очень надеялся, что он отдаст и все будет в порядке. Но, к сожалению, это не так. Ну, что ж, теперь можно подвести итоги. Итоги можно даже не подводить, потому что они видны сейчас на экране. Мощность постоянно гуляет. Вот от нуля до... Ну, в общем, постоянно все это перезагружается. То, что мы видели. Да, он себя так ведет. Да, вот он так устроен. Так задумал производитель, так его сотворил. Поэтому видео можно заканчивать. Я по традиции всем желаю качественных гаджетов, удачных покупок, удачных продаж. Обязательно приходите в Telegram. Обязательно создавайте свои темы по любому поводу. Если есть что спросить, вам обязательно дадут совет. Если есть чем похвастаться, дать какие-то ссылки на какие-то интересные товары, тоже обязательно создавайте свои темы. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok